Приветствую вас, ну конечно история здесь такая, да, что целые отношения, тем более что вы давно уже встречаетесь, целые отношения с девушкой вы уместили по сути в один такой небольшой пост, в одно такое небольшое сообщение, вот, и понятно, что информации в общем-то очень мало. Для нас информации очень мало, для того чтобы понять, что именно в ваших отношениях происходит не так, что именно вам не нравится в отношениях ваших сомнений, вот, и так далее. То есть, понятно, что это как бы нужно выяснять, да, это понятно, я надеюсь, что это нужно выяснять. Но, исходя из того, что вы написали уже сейчас, да, мне в общем-то понятно несколько основных, на мой взгляд, вещей. Первое. Это то, что девушка, она изначально хотела, э-э-э, папу. То есть, она хотела, чтобы вы были для неё папой. То есть, это такая вот история, э-э-э, когда, э-э, человеку, да, нужен не мужчина рядом, а вот, женщине нужен не мужчина рядом. Вот, как вот вы, например, думали там и хотели, да, то есть, вы рассчитываете на то, что она будет, э-э-э, как бы, ну, девушкой, вам, вот, э-э-э, то есть, партнёром. Она в действительности хочет, э-э-э, быть, по сути, дочкой. Она хочет быть дочкой для вас, потому что отношения с мужчинами она выстраивает именно только, только так, потому что она сама ребёнок, она ведёт себя как ребёнок, вот. И ваша ошибка, она заключается в том, что вы, возможно, изначально дали ей, э-э-э, почувствовать себя, э-э-э, ну, ребёнком. Вы дали ей возможность почувствовать, э-э-э, себя ребёнком, э-э-э, вы показали ей, что с вами можно быть ребёнком, вот. Вы, э-э-э, как бы, дали ей желаемое, вот. А теперь, теперь, вы у неё это желаемое забрали. Вот. Я вас не обвиняю, да, вы не подумайте чего плохого. Вот. Я просто говорю о том, как, как мне видится эта история, вот. Тут мне эта история видится вот так, э-э-э, что она хочет, чтобы, чтобы вы были папой для неё. Вы папой для неё быть, естественно, не хотите, потому что, ну, всё-таки вы мужчина, и вы партнёр, и вам нужна женщина, вот, а не, соответственно, девочка, да. Вот, и вы, соответственно, пытаетесь уже, вот, как-то ваши отношения, да, ну, консолидировать. А вот, а консолидировать не получается, потому что женщина, она не готова к взрослым отношениям, вот. Я уверен, что вы, значит, её спасали, я уверен, что вы пытались брать вашу, за неё ответственность, вы брали за неё ответственность, вот. Я уверен, не один раз, неоднократно выбрали за неё ответственность, вот, что, соответственно, ещё больше её расслабляло, вот. И приучало к тому, что вы будете решать все её проблемы, вот. Поэтому первое, что вам нужно сделать, это отграничить, значит, ответственность свою, да, и её, вот. И определить чётко для себя, чего хотите вы в этой ситуации, в этой истории, что вам нужно, и что хочет она в этой ситуации. Что вы можете ей дать, из того, что она, например, хочет. То есть, что вы можете ей предложить, и, соответственно, можете ли вы ей предложить что-нибудь, из того, что она хочет. Вот. Если будет такая история, что ничего, вот вообще ничего вы не можете ей дать, из того, что она хочет, без вреда себе, да, вот, то, наверное, в таком случае лучше вам всё-таки с ней не взаимодействовать. То есть, действительно, с ней, в таком случае лучше расстаться, потому что ничего хорошего ваше отношение не принесёт, вот. Если вы знаете, что вы можете что-то для неё сделать, то, в принципе, вы можете дать ей то, что она хочет, да, без вреда для себя, дайте ей, дайте. Но не нужно ни в коем случае допускать, вот, того факта, чтобы вам был вред. Какой вред. Вот. Понимаете? Знаете, о чём идёт речь, я надеюсь? Кхм-кхм. Вот. Значит, на вопрос о том, на вопрос о том, что делать, да, то есть, ну, что делать сейчас, я ответил бы вам примерно следующее. Что делать сейчас? На данный момент, на данный момент, если вам хочется ей написать, да, заметьте, как к своей девушке, да, как к своему партнёру. Ну, просто партнёру по, там, не важно, почему, да, напишите, если вы хотите написать ей, как к своему партнёру, да, то напишите. Напишите, и это будет великолепно. Если вы знаете, что вам извиняться не за что, да, если вы уверены в том, что извиняться вам не за что, не извиняйтесь. Имейте просто в виду, да, имейте просто в виду, что если вы не будете, не будете извиняться, ну, соответственно, это может привести к определённому негативу. Вот, и всё. Напишите, напишите, как ты, напишите, напишите, там, не знаю, давай встретимся, вот, и так далее. То есть, общайтесь с ней, именно как партнёр, как её мужчина, ни больше, ни меньше. Для вас это единственный возможный вариант решения проблем. Потому что у девушки, у неё, ну, есть какие-то сложности, да, у девушки есть какие-то, вот, трудности с ответственностью, я полагаю. Да, и спорить с этим, я думаю, вы не будете, вот. Ну, так не нужно ей потакать, не нужно ей потакать. Знаете, если вы не напишите ей вообще, она подумает, что вы решили, там, ну, я не знаю, что вы решили её, там, проучить, например. Или что вы решили ей что-то доказать. Вот это будет, опять же, родительская позиция. Мать, не нужно это. Вот родительская позиция не нужна. Хотите, чтобы у вас были отношения, я понимаю, что, ну, чувство-то есть, да. Вот, хотите, чтобы у вас были родители, э-э-э, адекватные отношения, вот. Сделайте что-то для того, чтобы они были, эти самые, эти самые отношения. Вот. И всё. Понимаете, да? О чём, о чём идёт? Это очень важно, на самом деле. Очень важно, очень важно, чтобы вы вот так сравнили. Дальше. 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 Что касается вашей тревоги, да, что касается вашей тревоги. Ваша тревога связана с тем, что вы много на себя берёте. А я сейчас говорю не в контексте какого-то, такого, знаете, негатива, да. Вот. Я сейчас говорю именно в контексте позитивизма для вас. Ну, надеюсь, что вы воспримете это так. Т.е. тревожно вам, потому что вы чувствуете себя виноватым, виноватым в том, что у, ну, что девочка, она раздражена. Ну, например, допустим, да, вот. Именно поэтому вы чувствуете себя виноватым. Т.е. вы боитесь, вы боитесь чувства вины, боитесь, вот, сейчас на меня, на меня, на меня, да, там опять посыпется град какой-то, да, град негатива, допустим. Вот. И понятно, что хорошего в этом ничего нет. Любой человек на вашем месте чувствовал бы себя так. Поэтому отделите, опять же, отделите свою ответственность, да, от её. Вот. Чтобы чётко понимали, где вы отвечаете за состояние девочки. Вот. Т.е. я имею в виду, где действительно вы ответственны за то, что с ней происходит, а где нет. И если вы ответственны, вот, то, соответственно, вы берёте, да, берёте и просто так корректируете. Вот. 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 Если вы не ответственны, то вы не корректируете. Понимаете? Вот и всё. И всё. И тревоги тогда не будет. Другое дело, что сама по себе тревожность может быть неким таким, ну, симптомом, да. То есть у вас тревога может быть частью вашей личности. В таком случае нужно работать с ней на более глубоком уровне. То есть тревога здесь не связана с девочкой, а связана с чем-то, ну, чем-то, чем-то больше. Просто вот. Тревога это что-то больше. Вот. И всё. Понимаете? То есть возможно вы склонны себя винить, возможно вы склонны себя обвинять и так далее. Так. Давайте нажать так. Ваш текст. По вашему тексту пройдёмся. Давно уже встречается девочка, она очень эмоциональная, настроение постоянно скачет, обижали, обижал он часто. Хорошо. Вы знали, что девочка эмоциональная? Ну, то есть вот. Вы знали, что она покаяла? Что у неё есть такая особенность, как эмоциональная? Вы знали это? Вы её такой принимали ли или нет? Это важный момент. Это важный момент. Потому что если она такой была всегда, да? Если она такой была всегда, то вопрос скорее к вам. А что изменилось? Ну, то есть, почему вы принимали её, принимали, 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 а теперь, получается, перестали принимать? Что-то произошло, видимо. Вот. То есть, с этим, мне кажется, нужно, ну, разобраться. Вот. Вы пишите, что вы боитесь её обидеть. С чем это связано? Что это значит для вас, если вы её обидите? То есть, вот, лично для вас, с чем это связано? Страх, который вы испытываете, он, скорее всего, идёт уже в большей степени из вашей потребностной сферы, я бы сказал так. То есть, вы боитесь, вы боитесь чего-то по своей причине, не связанной с девушкой, конкретно, напрямую, скорее всего. Вот. И в таком случае, в таком случае, это нужно прояснить, опять же, для вас. Да? Вот. Потому что это очень важно. Страх делает человека не свободным. Страх делает человека уязвимым. Страх делает человека слишком субъективным. Знаете? Какая история. Вот. Поэтому, я думаю, что то, что вы боитесь её обидеть, это связано, опять же, с одной стороны, с тем, что вы берёте на себя больше ответственности, чем нужно. А с другой стороны, что вот какие-то желания ваши за этим, я так думаю, стоят. Всё-таки. Вот. Дальше идём. Дальше идём. Вы спрашиваете, как избавиться от страха. Значит, обидеть девушку. А я вам скажу на этом, что за страхом нужно работать. Да? То есть страх достаточно, ну, достаточно много таких есть, эм, ну, сложности, сложности. Вот. А у страха есть достаточно, эм, такая, эм, ну, широкая основа, скажем так. Да? Вот. Если вы понимаете, о чём идёт речь. Поэтому, я думаю, что, эм, в зависимости от, эм, в зависимости от природы страха, эм, мощно-мощно будет уже, эм, говорить что-то. Вот. Вот. Ага. Понимаете, да? О чём идёт речь. Я надеюсь. Вот. Дальше идём. Дальше идём. Дальше идём. Эм, значит, когда вы стали, эм, перестали, точнее, ей потакать, да? Вот. Она тут же стала на вас, эм, ну, наезжать, она тут же стала на вас, эм, ну, спорить с вами, ссориться с вами и так далее. Вот. Что, как бы, говорит о том, что ей, в общем-то, не очень-то нужно такие вот равноправные отношения, да? в которых люди люди но в данном случае вот вы ооо думаете например о себе ооо в большей степени вот и это вот не нужно к сожалению а вот вот значит понимаете да о чем идет речь понятно о чем я говорю то есть ее не интересует равноправное отношение поэтому она стала меньше вас слушать вот тут важно очень важно да да чтобы вы определили для себя как именно вами вот именно вами как воспринято то что то что она с вами спорит потому что ну совершенно очевидно да что если вас это задевает вот то вам будет тяжело очень тяжело тяжело в этой всей ситуации если вы принимаете на свой счет то что она говорит то что она делает да дальше так говорила что любит иногда было видно что ей приятно быть рядом в итоге недель назад она посмотрела один фильм в котором много откровенных сцен я его смотрел она знала но смирилась а в чем проблема проблема после этого накрубила написала что ненавидит меня ну соответственно здесь можно было бы спросить у нее да а зачем вот зачем ты смотрела фильм ну вот лично ты зачем смотрела фильм для чего ты его посмотрела вот ну вот ну можно было можно было бы спросить у нее вот то есть так вот поверила сумма да вы вы включили соответственно обиженного ребенка да вот и тут тоже ей ничего не ответили соответственно соответственно вот а хотя я как бы ну совершенно совершенно очевидно что это просто такой вот всплеск ревности у человека вот и ну что поделать для нее для нее это ну нормально для нее это нормально вот то есть понятно что это не нормально для людей уверенных в себе но опять же с другой стороны вы знали с кем связывайтесь вот я надеюсь что ну я надеюсь что знали вот вот и тут ваша реакция конечно конечно она ну для меня не совсем понятно вот дальше после этого я перестал ей писать почему она почему после этого вы перестали ей писать собственно говоря то есть вы поймите поймите правильно да вот а я вас не обвиняю я вас не обвиняю я хочу просто чтобы вы для себя поняли все почему именно вы перестали ей писать ну она перестала писать это понятно а почему вы перестали писать как вас отдел если вы знали что она такая вот вспыльчивая например а вы знали я уверен так в чем дело может быть может быть вам такие отношения уже надоели может быть вы не хотите уже быть в этих отношениях но с ними вы точнее в них вы вы а просто потому что ну как то вот знаете а привыкли вот знаете вот ну вы уже может быть просто а привыкли к этим отношениям и не хотите их растирать но так или иначе так или иначе ваша вид здесь не понятно девушка посмотрела фильм который ей явно ну не понравился да она спроектировала вот эту неуверенность свою да на вас вы значит как бы обиделись на нее а что конкретно вас задел задел в этой ситуации опять вот дальше идем так теперь у меня выбор наплевать и бросить отношения растяла критика обилие напряжения часа что я давно в них не отдыхал ну понимаете это скорее ваша ответственность что вы не отдыхали понимаете это вот вы вы ответственны за то как себя ставить в отношениях то есть вы с высокой долей вероятности в любых отношениях будете чувствовать себя это вот так к сожалению вот понимаете и я думаю я думаю то есть тут тут нужно что-то корректировать в вашем именно ну поведение если вы понимаете конечно о чем я говорю потому что это не девочка ответственна за то что вы так так вот себя чувствуете а вы то есть у вас такое восприятие ее понимаете как и вот этот момент его нужно подкорректировать подкорректировать чтобы это вас не беспокоило понимаете чтобы это вас не трогало не задевало как то еще если 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 при условии если вы за это не ответствует подкорректировать да о чем идите дальше или же попробовать поговорить с ней о чем о чем о чем вот о чем вы будете разговаривать что вы ей можете сказать вообще просто что вы ей можете сказать что вы ей готовы сказать будете отношения выяснять она опять почувствует себя ребенком маленькой девочкой вот если будете отношения выяснять это какая история так что вы если хотите поговорить что вы будете говорить конкретно вот конкретно для себя что вы будете говорить что и для чего то есть что вы скажете что вы выразите и соответственно какой реакции вы будете ожидать ну в ответ в ответ в ответ на что что вы например хотите делать для девушки своей да для девочки просто так что вы могли бы могли бы делать для нее просто так ничего не ожидая что делать то есть вполне возможно что вам имеет смысл просто занять более выгодную для себя позицию то есть сказать что врага ты знаешь я вот в последнее время вообще не с тобой чувствую что ты постоянно там раздражена напряжена и прочее прочее вот мне кажется что это происходит в том числе и из-за меня вот поэтому я принял решение да что я буду давать тебе больше свободы и меньше буду на тебя ну как-то давить вот и допустим ты сможешь чувствовать себя более свободно и не будешь ощущать своего давления точнее моего давления на тебя вот хорошая идея да классно вообще если вы готовы так действовать то говорите и отношения не потеряете ну вот как бы и все вообще будет здорово вот ну настолько насколько это возможно вот с учетом ваших личностей развития вашей личности вот понимаете как так вот дальше ага после такого наезда не понимаешь чего начать извиняться мне нету что она видимо за мной считает что вы не виноваты а никто не виноват она не вот никто в этой ситуации никто не виноват ни вы ни она как бы ну просто так вот получилось никто не виноват поэтому искать виноватых здесь это бесполезно бесполезно вот даже если бы даже если бы вы сделали что то от чего девочки было бы действительно неприятно да вот то все равно вы бы не были виноваты потому что вы делаете это либо специально и тогда вам не за что себя винить вы просто сделали то что хотели сделать либо вы это сделали не специально и тогда вам опять же не за себя винить потому что вы ошиблись вот знаете мы еще не знаем почему девочка так восприняла фильм то есть вот всего контекста этой истории мы не знаем на самом деле то есть кто ее так разозлил и вполне возможно что вам ну нужно позже когда вы наладите с ней общение не сразу спросить у нее а бы вот то есть что конкретно и ей не понравилось и почему она обвинила вас в этом вот вполне вероятно что она не пишет вам потому потому что гордая то есть здесь все дело в гордости а не в том что она не считает себя виноватой измениться для нее значит унизиться вот а унизиться она вот не хочет боится там ну да и так далее вот так что здесь вы уже проектируете на нее на нее а свои какие-то страхи возможно вот понимаете какая здоровая вот так что решать решать здесь вам опять же дальше но как понять что и что ей может быть обидно и она обижается просто на занятую интонацию а я вам отчасти ответил на этот вопрос есть разница есть разница между тем когда вы ответственны за то что происходит с девушкой то есть вы ответственны за ее состояние да и когда она сама ответственна за свое состояние вам нужно разграничивать различать эти два аспекта понимаете понимаете четко знать когда вы ответственны за то что она обижается вы сделали действительно что-то такое чего делать не стоило бы по вашему мнению и когда она обижается на что-то реальное на что-то естественное с вашей точки зрения вот это совсем разные вещи пытаться понять что кого что как почему обидело бесполезно вы правы это неблагодарное очень занятие вот поэтому тут 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 только так только так и не как иначе вот ну чё ж а на этом я думаю все так сейчас посмотрю еще если идти на разговор с чего начать она ждет извинения наверное за что-то а мне не за что ну смотрите вид история такая а мудрость вот это вот такая классическая мудрость да народ народная мудрость вещь хорошая говорит что если девушку эту женщину любишь да то соответственно извини даже если не виноват извини все равно как бы тебе ничего не стоит да ей приятно народная мудрость вещь хорошая правда не учитывает на мой взгляд она народная мудрость только одного вот как сейчас человек воспринимает извинения то есть если вы если вы знаете что извинившись вы будете чувствовать себя униженно что в таком случае извиняться не стоит если вы знаете чувствуете что изменение ваше не то есть вот просто представьтесь себе а вот просто представьте себе эту сторону что вы вот извинились перед ней вот как вы будете себя чувствовать хорошо ли вы будете себя чувствовать вот знаете если вам не сложно извиниться извинитесь если сложно извиняйтесь не нужно что-то делать если вам этого не хочется нет ничего хуже чем извинения да вот насильно на этом все я надеюсь что помог вам если у вас остались вопросы пишите в личку буду рад помочь если вам понравился мой ответ буду благодарен если сделаете его лучшим я желаю вам всего самого доброго и удачи